Как вам Жека? Это стоит рассказывать вообще, нет? Он стоит под дождем, еще в капюшоне такой. Ну было страшно, как маньяк выглядел. Ужас, прям сталкер в Казахстане, да? Ваш менеджер мне говорил, чтобы я не спрашивала о вашем заработке. Красивый или богатый? Раз, два, три. Богатый! Что бы сомневался? Идемте встретимся с Даней Милохиным. Или парень? Раз, два, три, парень. Это вообще не все. Друзья, всем привет! Сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Раньше мы брали интервью у одного человека, а сегодня у нас в гостях аж четыре героя. Так ли просто стать популярным тиктокером? И какие есть подводные камни? Вы узнаете сегодня в этом выпуске. Let's go! Первое, что хочу у вас узнать, это что вас вдохновило вести блог? Как вы собрались вообще вчетвером, такие красавицы, молодые, активные девочки? И с чего вы начали свой путь? Начинаю, наверное, с того, что мы вчетвером очень близко дружим. Мы вместе были всегда 24 на 7 из-за того, что мы преподавали вместе, танцевали. И тут в моменте в тиктоке начали появляться тренды, которые снимают группами. Еще была одна группа мужская, она называется F4, это казахи, мальчики снимают. Мы так посмотрели, думали, может попробовать, но аккаунт мы еще не создавали тогда. То есть просто пока наличные, каждый к себе что-то снимал. После мы вчетвером начали больше думать именно об этих тиктоках, идеях, что-то вчетвером. Искали эти тренды, где можно сняться вчетвером. После посетили одно мероприятие. Это, кстати, лаборатория. Да, лаборатория макаронцев от Сабины. Да, от Сабины нас приглашала. И это вот, наверное, место, где мы вот четко поняли, что вот надо начать что-то вместе вчетвером. Потому что Сабина нам в этом помогла, вдохновила тоже с одной стороны. Вот, и, кстати, вот на этом мероприятии мы отсняли наши вот одни из первых видео, да, вчетвером. И вот, получается, вы открыли аккаунт. Сразу начали заливать, получается, где вы вчетвером танцуете. Первое видео сколько набрало сразу? 23 тысячи, да? Первое видео, по сути, вообще не набрало. У нас где-то три дня стояло, там где-то 100-200 просмотров. А потом уже со временем, ну, начало увеличивать количество просмотров. И мы продолжали снимать, то есть мы не останавливались. Мы такие, блин, что-то, 100 просмотров, ладно, пофиг, бросим все нафиг. Но, наверное, вот, когда пошла наша вот, когда начали залетать наши видео, то после одного тренда мы поставили сами распальцовку, как это по району, там SRT, вот, под этот трек. Мы поставили, из-за того, что мы хореографы, в целом нам было не проблема поставить что-то интересное, что-то свое. И так на месте решили, отсняли, и вот этот тренд залетел прям. Благодаря этому тренду мы, наверное, набрали несколько тысяч подписчиков. Сталкивались ли вы с буллингом в социальных сетях, ну, или вообще в жизни? Было ли такое, что вот вас как-то преследуют, может, вам угрожали? Да? Да, давай. Вообще прям буллинга, мне кажется, не было. Критика была, но вот буллинг, что мы прям травили, как бывает у некоторых блогеров, у нас не было, потому что, ну, мы и сами как бы не даем повода вроде как. Вот. Единственное было с одним нашим видео, это был флаг Кыргызстана, мы снимались, может, вы видели. Вот. Там люди начали говорить, что флаг поставили на пол, все такое, типа, как так можно? Хотя там флаг стоял на скамейке, вот. Единственное там, наверное, а так нет. В жизни что бы преследовали или угрожали? Ну, вроде не было. Вроде не было. Был один случай в Казахстане, кстати. Меня преследовали. Там был один парень, вот. И мы гуляли по Казахстану, там, ходили по своим делам, торговые центры, туда-сюда. И вечером мы были с друзьями. То есть мы отдыхали, это была антикафешка, у нас это антикино, типа. Вот. И мне звонит, короче... А, нет, меня сначала Джебек выводит на улицу. Это стоит рассказывать вообще, нет? Да, рассказываю. А, ну ладно. Джебек выводит на улицу и говорит, типа, вот, пойдем со мной, там один человек хочет с собой сфотаться. А он, оказывается, проследил за нами, куда мы шли, что мы делали. И ждал под дождем нас где-то пару часов, вот, все это время, пока мы сидели в эти кафешке. Я вообще не понимаю, что происходит. Я выхожу, он стоит под дождем еще в капюшоне такой. Ну, было страшно, как маньяк выглядел. Вот. Ну, я подошла, сфоталась, и он ушел, вот. И потом мне объясняют то, что он, типа, таранил всему, всему городу, дошел до моих одноклассников, до моей параллели, до друзей, до менеджеров, до всех. Он всем звонил, я не знаю, откуда номер нашел, звонил, чтобы я с ним сфоталась, вот. До этого мы с ним сфотались все вместе, но, оказывается, я встала не рядом с ним, и за это он начал меня преследовать, чтобы я с ним отдельно сфоталась, вот. Это единственный случай, который был какой-то... Ужас, прям сталкер в Казахстане, да? В Казахстане вы, кстати, тоже очень популярны, и, знаете, вот, многих, наверное, интересует такой вопрос. Как вам Жека? Я видела то, что вы еще съездили на сходку, получается, тиктокеров, там был Даня Милохин, Дошик была. Вообще, расскажите про эту поездку. Вообще, это было тогда, когда у нас даже миллионов в тиктоке не было. То есть мы поехали в Казахстан на вот этот тикток фест, и гуляем мы с друзьями, со своими, гуляем спокойно по улице. Мы в тот момент не знали то, что русские тиктокеры приехали тоже в Казахстан, и они гуляют прям по Арбату, где мы там тоже были. Да, и нам вот эти наши друзья говорят, вот, идемте встретимся с Даней Милохиным. Мы такие, что? С каким Даней Милохиным? Мы пошли, и там все, Dream Team House, весь Dream Team House. Да, Аня Покров, Влад Кожин, там были все, а я по нему, кстати, крошилась. У нас, мы, кстати, тоже шли, огромная компашка, вот, казахских блогеров и мы. И все, вот мы там встретились, они нас, оказывается, знали, для нас это было еще двойной шок, потому что, ну, как бы, они миллионники, да, там у них 10 миллионов, у нас еще миллиона нет. Где-то 700 тысяч. Да, офигеть, мы же их через тикток, типа, видели. А так все, все они очень классные, мы очень хорошо сдружились с русскими блогерами. Ну, мы связь не поддерживаем, прям переписываемся, но мы, типа, на хорошей ноте подружились, и было круто, вот. А с Жекой, кстати, мы познакомились, он сам на нас вышел, вот, он написал нам инстаграм, мы потом сразу создали в Телеграме общий чат, и началось прям жесткое общение, прям сразу же. Мы прям поймали одну волну, и было видно то, что он прям очень крутой и душевный человек, вот. И он позвал нас в Казахстан, чтобы снять ролики со сладостями, если вы видели. Вот, мы приехали туда, заодно сняли коллапс Дрим Тим, и в последний день увидели с Жека в жизни уже, вот. Вот, и мы тогда были уставши чуть-чуть, вот, чуть-чуть дисконнект был, но потом мы сели, пообщались, мы просто общались обо всем, он рассказывал нам свои советы, давал какие-то набудствия и так далее, вот. И тот вечер мы отсняли вот это видео со сладостями, ну, и как мне... Не было ощущения, что мы познакомились только сегодня, было ощущение, что мы вот давно дружим, он тоже еще на вайбе, у нас был вайб, да, это его слово, он всегда говорит раз вайб, вайб, вот. Жека вообще самый душевный человек, как мне кажется. Мы до сих пор общаемся, мы каждый день общаемся, спрашиваем, как у друг друга дела, где-то помогаем друг другу, вот, пишем, что соскучились. Он нам очень много помогает, да. Когда-то мы по нему не скучаем, он вообще классный. Жека, привет! Очень классно, вы права, о нем так рассказали, что я хочу с ним тоже подружиться. Смотрите, вот вы отсняли, у вас там миллион просмотров, первые ваши ощущения какие были? Вау, я крутая! Первые, я... Ты помнишь? Я не помню. Ну, блин, это было прикольно. Это было прикольно, но честно, не ощутимо почему-то, мы до сих пор даже не ощущаем то, что у нас целых 4 миллиона, это же просто колоссальные цифры, это просто... Да, 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 и... Ну, не знаю, нам было приятно в целом то, что вот люди нас замечают, да. Ну, а так, чтобы... Ай, ай, вот так вот ходить, это не было. Ну, вот такого, то есть, не было вообще. До сих пор не осознанно. А в чем преимущество вообще тиктока у вас там получается намного больше подписчиков, чем в инстаграме и вообще в других социальных сетях? Отвечаем. Давай. Наверное, в том, что тикток, это, знаете, более такая свободная платформа, и там залетать в рекомендации вообще, чтобы набирать аудиторию, намного легче, нежели в инстаграме. В инстаграме, если нужен какой-то визуал или там умение вести блога, да, что-то в этом роде, то в тиктоке такого нету. То есть, если ты классно танцуешь, классно выглядишь, освещение крутое, то все, есть вероятность того, что твое видео попадет в рекомендации. Ну а если ты ко всему этому еще и добавляешь свои идеи, ставишь свои тренды и так далее, то есть гарантия того, что ты реально наберешь огромную аудиторию. Вот, и преимущество, наверное, в том, что тебя видит не только твой регион, да, не та страна, где ты только живешь. Видео могут попадать на мировые рекомендации, то есть на мировой уровень. У нас больше там подписчиков, наверное, ну вот из-за того, что люди из других стран нас смотрят, вот, нежели в Инстаграме. В Инстаграме у нас надо общей страницей, и мы пока что не так сильно стараемся. Вот, но мы стараемся вот что-то туда заливать. Вот. Ну вот нас два раза заблокировали, мне кажется, это просто, как сказать, нам чуть-чуть жизнь намекает, чтобы мы Инстаграмом тоже занимались. Но мы недавно Ютуб открыли, так что... А, ну классно, еще и в Ютубе будете развивать. Это вообще отлично, на самом деле. Ютуб, как говорят сейчас, это прям будущее. Недавно я слышала, что у вас заблокировали ТикТок вот на днях, да, буквально. И смотрите, есть его. ТикТок заблокирует вам навсегда. Что вы будете делать? Нет, скорее всего, мы тогда уйдем... Нет, мы навсегда заблокируют. Сто процентов мы создадим еще один аккаунт, сто процентов. Вот, мы не можем просто оставить это, ну, то, чем мы занимаемся. Но пока что мы, наверное, сделаем больше упор на Инстаграм, потому что если заблокируют... Ну, в любом случае, весь заработок идет от Инстаграма, и медийность там тоже можно хорошо набрать. И на Ютуб. Вот. Мы, наверное, сделаем опор на эти две соцсети, но ТикТок мы при любом создадим заново. Или вы имеете в виду, если ТикТок в целом заблокирует? И типа нам нельзя будет вообще больше в ТикТоке быть. Ну да, давайте на такой тоже опрос. Тогда вот будет Инстаграм и Ютуб. Да, или... Не забываемся, да, мы... Да, по-любому ТикТок это не прям основная... Ну, это основная работа, но есть вот эти отрасли, куда еще есть расти, как стать как артисты, быть блогерами в Инстаграме, быть блогерами в Ютубе, еще много очень направлений. Здорово. Например, у вас есть какая-то мечта быть амбассадором какого-то бренда? Конечно. Какого бы ты бренда хотела бы стать лицом? Я бы хотела Луи Виттон стать брендом. Я бы, наверное, стала амбассадором Келвин. Это, ну блин, это прям такие большие компании, бренды, на которые, ну блин, если вы будете лицом, это, конечно, классно. Поэтому мы хотим стать известными на весь мир, чтобы... Не только Казахстан, Казахстан, СНГ, а вообще везде. Чтобы все знали, что вот, это девочки там из Казахстана, они стали лицом Луи Виттона, Кауин Клайн и так далее. Поэтому английский учим. Да. Сейчас упорно занимаемся английским, фанакорейским еще. Было ли такое то, что вы поймали звезду? Ну, знаете, такие стали. Я не буду с тобой фотографироваться. Нет, такого никуда не было. Я, возможно, для кого-то в некоторых моментах покажется то, что вот, мы звезданулись или так далее, но нет. Мы до сих пор такие же простые, как и все люди. Общаемся так же, как и было до этого с другими людьми. Знакомые, незнакомые, неважно. Вот, если подходит фото, мы фотоемся. Какой, ну, если даже чуть-чуть неудобно, но человек же подошел, попросил сфотить, и он тем более в таком шоке, что нас увидел. Да, вот в фотках мы никогда не отказываем, на самом деле. Не люблю тоже отказывать с собой. Но мы всегда следим за этим, типа, вот. Мы не должны поймать звезду, типа, все нормально, вот, поэтому. Эй, ты че, звезданулась, что ли? У нас такие выгары тоже бывают, вот. Но это по шутке. Но на самом деле человек не замечает, когда у него звезда, типа, включается. Поэтому, возможно, какой-то момент был, но мне кажется, это просто не проявлялось так сильно, потому что мы друг друга опускаем. Вот такие, типа, эй, чуть-чуть сюда, вот, да. Вот. А так все хорошо, мне кажется. Видела недавно то, что вы ездили в горы, начали снимать контент. Изменилась ли ваша подготовка к тиктокам более серьезной, как, ну, с вашей популярностью? Да, да. Мы раньше, если мы просто приходили в такой простой одежде, как обычно, приходили и снимали в четвером, мы со временем понимали то, что уже нужно, как сказать, фон выбирать, место, где ты снимаешь, локацию хорошую, и образы, и одежду, вот это все даже в прическе, даже макияжем заканчивая, да. Мы начали в плане этого больше стараться, и образы тоже правильные подбирать, вот. Ну, начали серьезнее относиться к съемкам, не натяпляп, вот. Потому что первый раз, когда мы сняли наше видео, это было Деспоситу, а мы там, короче, были в платьях, и это людям понравилось. Мы такие, вау, оказывается, нравится людям, давайте еще что-нибудь интересное наденем, вот. Людям нравится, когда мы в одинаковой одежде, или что-то вот такое вот. Не путают ли вас? В начале, нет, 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 не путают. В начале тоже всегда нас различали. Только твайбус, чем я как-то. Могли. Да, наверное. А так, нет, нас всех знают, да. Наверное, еще из-за цвета волос же. Да. Вот она у нас полностью блондинка. Ну, в любом случае, говорят, что мы все разные. Ну, типа, мы одинаковые, но разные. А вот как айдолы, как кейпоперы, вы не хотите прям кардинально изменить свой образ? Например, у вас же четверо, а кто-то покрает волосы в розовые, фиолетовые, там. Мы уже прошли сейчас такое, мне кажется. А, прошли. Но мы не знаем, что у нас взят впереди. Возможно, мы не знаем. Имидж менять. Что самое сложное вы выделили бы в работе с тип-тойко? Самое сложное? Да. Мне кажется, это дисциплина в первую очередь, мне кажется. Чтобы все вот это вот делать четко, то есть находить образы, целые образы, на самом деле, это сложно. То есть, да, еще на четверых. Ты смотришь, как это смотрится в камере, ты смотришь, как смотрится локация. И в целом вот это вот самое сложное. И еще постоянно, наверное, придумывать разные новые идеи. Потому что каждый раз, если мы будем снимать одно и то же в таких же локациях, и, в принципе, ничего не будет меняться, конечно, это со временем наскучит людей. Вот, поэтому мы постоянно сидим такие, блин, надо что-то еще больше, ну, это прикольнее придумать, интереснее, что-то новое, чтобы это было круто. И, конечно, уже наша фишка, одна из фишек в нашем ТикТоке, это наши очки. Вы, наверное, видели, да, черные очки, которые мы постоянно спускаем. Вот, поэтому... Это все, такие идеи вообще внезапно придумываются. И если зайти, в принципе, на наш аккаунт, то там есть очень много фишек, которые вот мы внедрили в ТикТок. Сложно, наверное, оставаться на волне, именно на волне популярности, на волне, когда людям это до сих пор интересно. Вот, в любой момент мы, ну, да, мы можем наскучить людей и все просто. И просто упасть. Быстро подняться, быстро упасть. Не боитесь этого? Упасть. Ну, мне кажется, у нас были такие моменты. Ну, да, бояться, руки делают. Да, да, да. Если даже страшно в некоторых моментах, но мы все равно, ну, мы главное работаем и сильно стараемся. И любая работа принесет свои плоды. То есть это просто в пустоту все равно не уйдет. Вот, поэтому мы продолжаем работать. Ваш менеджер мне говорил, чтобы я не спрашивала о вашем заработке, но я спрошу это по-другому. На все ли вам хватает? На все, что вы хотите? Наш заработок? Да. Я бы сказала, что на данный момент хватает, но это не потолок. Типа есть еще куда расти для своих комфортных, чтобы создать комфортные условия для своей жизни. Нам есть еще куда расти. Родителям помогаете? Да. Ну, бывает, да, временами. Но вот заработок в любом случае увеличился, и мы, по крайней мере, сейчас каждый из нас покрывает свои ежедневные потребности сами. Вот, и если нам нужно что-то купить из одежды и так далее, то же сами. Так что это в какой-то степени мы помогаем родителям, потому что раньше мы просили у них деньги, сейчас мы не спрашиваем вообще ничего. Денег не просим, можем что-то домой принести, что-то им подарить, а так все на себя тоже тратить. Здорово. Но также мы еще вкладываемся вот в тиктоке, то есть все, что мы... Деньги, в принципе, много у нас. Да, на контент. Вот это, то, что мы ездили в горы, туда тоже мы полностью вкладывали свои деньги, чтобы вышел качественный контент, чтобы людям понравилось. То есть все окупается. Да, окупается. Да. Сейчас последний вопрос. Советы молодым начинающим тиктокерам поделитесь ими. У вас девочки прям смотрят, обожают, поэтому, мне кажется, это будет очень приятно. Молодым тиктокерам, да, советы? Мне кажется, самое первое, это начать. То есть не просто, типа, блин, я так хочу начать, но я так боюсь, все такое. Нет, вообще без разницы на окружающее мнение, кто что говорит. Ваш тикток, ваша страница, делайте, что хотите в вашей жизни. Начинайте, залетайте. Классно, не залетайте, значит, нужно еще чуть-чуть поработать, еще снимать, еще больше. Можно снимать хоть 50 видео в день, там нет ограничений. Поэтому это самое главное. Тем более, как Джебек до этого говорила, тикток — это прям свободная платформа, где люди выражаются так, как они хотят. Вот. И там не заморачивайтесь, вот, не заморачивайтесь. То есть снимайте, что вы хотите, как вы хотите выглядеть, и, ну, как вы хотите это преподнести аудитории. Если вам это будет нравиться, то аудитория это почувствует, и им тоже понравится. Нужно, главное, кайфовать от того, что ты делаешь. Вот. От того, что надо чисто заработать аудиторией, надо стать, ну, не знаю, хочу вот деньги зарабатывать в тиктоке. Вот чисто из-за потребностей не получится. Вот. Мы тоже, когда снимаем, мы кайфуем от именно процесса. Мы наслаждаемся этими роликами, потом сидим дома и залипаем на них. Вот. И поэтому вы тоже должны кайфовать от своего дела. Да. Просто должно быть желание. Желание есть, и все получится. Круто. Давайте. Тикток или инста? Раз, два, три. Тикток. Гамбургер или салат? Раз, два, три. Гамбургер. Ой. Да, салат. Высокий или низкий? Раз, два, три. Высокий. Красивый или богатый? Раз, два, три. Богатый. Ну, вы со мной лоза. Не, нельзя, конечно. Кино или книги? Раз, два, три. Кино. Аой. Друг или парень? Раз, два, три. Друг или парень? Чонгук или Давид? Раз, два, три. Чонгук. Давид. Я сказала, что Давид. Я тоже, что ваш любимый. Я сказала, что Чонгук. Извини меня, Давид. Это ты меня потянула. Все, давайте еще раз. Кей-поп или Америка? Раз, два, три. Америка. Ну, на этом и все. Всем пока. Всем пока.